Уже в декабре этого года российская ракета-носитель «Союз» стартует с космодрома «Куру» во французской Гвиане. Спрос на ракету оказался столь высоким, что понадобилось соглашение на поставку дополнительно 10 ракет. Подписание контракта состоялось в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге. До первого старта с заморского космодрома осталось лишь несколько месяцев. Сегодня мы имеем четкий план, где подробно расписано, кто что должен сделать. Так что со сроками, я уверен, проблем быть не должно. Уже завершены наземные испытания первой ракеты, без замечаний. Монтажники сдают работу, на службу заступают стартовые расчеты. В самом сердце Парижа, на Елисейских полях, услышать русскую речь можно в любой момент. Но сейчас, когда отмечается год России во Франции, весь Париж окрашен в цвета российского триколора. Главному космическому проекту двух стран было отведено особое место на российской национальной выставке. Около макеты космодрома Куру, премьер-министр России Владимир Путин. В декабре нужно быть пустим. 17 декабря было в Анапурске. С Куру вскоре запустят на орбиту спутники европейской навигационной системы «Галилео». Пока же полноценно работают лишь российская ГЛОНАСС и американская GPS. В перспективе по всему миру начнется производство приемников, способных видеть аппараты всех группировок. Тогда в любой точке мира приборы не будут терять связь со спутниками, а позиционирование станет точным до метров. Качество аппаратуры все время совершенствуется, улучшается. И, пожалуй, самые прорывные технологии по совмещенным приемникам сегодня находятся именно в России. Здесь мы лидеры. К теме космоса на выставке был неподдельный интерес. Это не случайно. Космос — визитная карточка современной России. Это сборка Международной космической станции. И вот так она собиралась в космосе. История покорения космоса в трехмерном формате. Это называется технологией дополненной реальности. Листая обычную книгу, переворачиваешь ожившие страницы великих космических достижений. Включить веб-камеру и сделать вот так вот. И у вас на вашем мониторе появится все то же самое. В области освоения космоса у сотрудничества между Россией и Францией почти полувековая история. Именно Франция была первой западноевропейской страной, которая приняла участие в советской пилотируемой программе. Первый французский космонавт Жан-Лук Реттен в 1982-м получил звание Героя Советского Союза. Сегодня в Союзе с французской стороной Роскосмос планирует закрепиться и на новых рынках. Мы всегда были первыми в пусковых услугах, но хотелось, чтобы наращивать свой потенциал и в создании телекоммуникационных услуг. Но и в других программах, в разгонных блоках, в создании, даже в пилотируемых программах на Международной космической станции есть элементы, в научных программах, которые вносит Франция свой вклад в создание наших систем или наоборот. Через десятилетия на смену нынешнему Союзу и французскому «Ариану» должна прийти тяжелая ракета-носитель многоразового использования «Урал». Москва и Париж разрабатывают ее вместе. Первый старт в 2020 году.